В моде, как и в жизни, в один момент все может пойти не по плану. Здравствуйте! Вы смотрите непредсказуемый выпуск программы «Новая я» на канале ТНТ Браво. С самого начала эта программа задумывалась как самая честная и прозрачная, поэтому на протяжении всего выпуска у вас будет ощущение, что вы присутствуете вместе с нами на съемочной площадке. И раз уже тема выбрана, буду с вами откровенна до конца. Начало этой программы должно было быть совершенно другим. В белой фате, белом платье и в белом кабриолете. Но, как видите, у жизни свои планы. Пошел дождь, кабриолет сломался, а платье мы пачкать не рискнули. К чему все это свадебная кутерьма, спросите вы. Отвечаю, героиня нашей программы готовится быть идеальной мамой-невестой. Давайте с ней знакомиться! Стелла. 42 года. Домохозяйка. В гардеробе больше всего брюк и туник. Находится в активной подготовке к свадьбе дочери. Надеется, что стилисты помогут создать выдержанный, но не вычурный образ идеальной мамы-невесты. Героиня этого выпуска прислала заявку на участие в нашей программе пару месяцев назад. Получив ее тогда, мы включили Стеллу в список потенциальных героинь проекта. Через некоторое время мы получили письмо от ее дочери Марии, в котором она поведала нам о том, что мама никогда ничего не выигрывала. Ей очень хочется подарить любимой мамочке шанс поверить в себя и в удачу. Заботливая дочь также пожаловалась нам на мамин гардероб, в котором одни скучные, серые и черные вещи. Ей хотелось бы видеть маму в более яркой одежде. Тем более, что повод имеется. Мария не так давно получила предложение руки и сердца. И в день своей свадьбы хочет видеть самого родного человека на свете, привлекательной и уверенной в себе женщиной. Почему вас двое все не знают? Мы всякие пеналтии. Вы хотели помочь маме в реаппозиции? У меня было в горизонте, но я там весь черный, серый, теплый. К мне не знаю, я бы сна пришла. Почему именно хотите цвет волосы? Потому что цвет волосы у вас хорошие. Хорошие? То есть, если надо, вы готовы их достичь? Да? Да. Как будто не мало, а я не сильно. Вот так что-нибудь. Задача команде «Ясна» – нужно создать идеально. Как же поступить? Пойти по проторенной в нашем обществе дорожке и соорудить на голове героине конструкцию в виде корабля? Или же ограничиться незатейливой укладкой и сдержанным антивозрастным макияжем? Чуть-чуть полна здесь, а здесь такая прямая палка. Там чуть-чуть за... Ну, это там есть точно столько цвет ставит, чтобы много цвет. Каждое предоставлено. Какому решению мы пришли, вам непременно станет известно. Пока же из уютного пентхаус-кафе мы перемещаемся в клинику «Лаборатория красоты». В клинике «Лаборатория красоты» исключительно научный подход не только к красоте вашего лица, но и тела. И первым пунктом в преображении нашей героини значится знакомство с ведущим специалистом клиники Ольгой Циркан. Стелла уже здесь. Первый летний выпуск программы «Новая я». Мы не могли не поговорить о теле. Мы всегда в нашей постоянной рубрике с вами показываем, что можно сделать с лицом. Но сегодня мы посвятим нашу тему телу. Мы готовимся не только к пляжному сезону, но, в частности, нашу героиню мы готовим к предстоящему торжеству. Что мы предложим? Мы предложим нашей героине две очень интересные процедуры. Процедуры, которые дают очень быстрый эффект. Это первый эффект именно убирания лишней жидкости, который, в общем-то, симулирует, что прямо это снижение веса. На самом деле это нереальное снижение веса, то есть нереальное разрушение жировой ткани. К сожалению, это нужно понимать, что это процесс очень длительный, ну или достаточно длительный, требующий достаточно выраженных серьезных усилий как со стороны доктора, так и со стороны пациента или героини, или женщины, девушки. То есть человека, который хочет изменить свой силуэт. Но какие-то блицы процедуры, когда вот у нас завтра, послезавтра или через неделю важное событие, и нам нужно выглядеть максимально здорово, мы предлагаем либо процедуру лимфодренаж, либо обертывание, либо их вместе. Их сочетание даст максимальный эффект. Начнем с лимфодренажа. Лимфодренаж показан только девушкам с формами или худым тоже? Однозначно лимфодренаж показан любому человеку с любой структурой, формами тела, потому что лимфодренаж это самая первая процедура для уменьшения проявлений целлюлита в первую очередь. Как вы знаете, целлюлит в любом случае бывает как и у очень-очень стройных и молодых девушек, так и у женщин постарше и с более приятными формами, скажем так. То есть в принципе лимфодренаж это и улучшение состояния, улучшение микроциркуляции, улучшение состояния самого тонуса кожи. За счет того, что мы убираем лишнюю межклеточную жидкость, мы получаем усиление обменных процессов, мы получаем доступ кислорода к тканям. Соответственно, они будут регенерировать лучше и быстрее, и тонус, плотность, цвет кожи меняется радикально, и в том числе объемы. Мне очень жаль, что мы сегодня не измерили одну руку, когда мы сделали лимфодренаж. Однозначно на пару сантиметров там, где мы сделали лимфодренаж, будет меньше, чем вторая рука без этой процедуры. Просто нужно понимать, что это, конечно, такая может быть чудо-процедура или такой просто трюк на самом деле. То есть реально, конечно, жировая ткань не убирать. Ну а нам, тем, кто находился за кадром во время процедуры, очень понравился сам механизм лимфодренажа, этот проводочек. Расскажите, что это за трубочки специальные, перчатки, почему вы надевали, и какой эффект? Потому что со стороны кажется, что вы просто гладите руку героине, ничего не происходит. Я предлагаю зайти и посмотреть, испытать на собственное... Как сделал наш оператор. Как сделал оператор, потому что на самом деле это очень-очень приятное ощущение. Итак, что происходит? Идет эмиссия электрического тока, один электрод – это я, но цепь на самом деле не замыкается за счет того, что у меня одеты перчатки, которые не пропускают электрический ток. И вот получается, что электроны, что мои, что пациентки, вот на уровне соприкосновения с руками. За счет этого мы получаем очень приятное вибрирующее движение. Это вибрирующее движение приводит к тому, что помимо вибраций кожи, вибрируют именно лимфатические сосуды, пакеты лимфатических узлов. Поэтому мы обязательно начинаем с массажа или с обработки пакетов лимфатических узлов, которые расположены ближе к грудному лимфатическому протоку. То есть надключечный, подключечный, шейный, подмышечный, болтый, локтя и так далее. То есть мы стимулируем лимфатическую систему, она, что называется, начинает работать более активно и, соответственно, отток жидкости стимулируется. Наша вибрирующая процедура лимфодренаж завершена. И дальше у нас по плану обертывание. Как правило, всем женщинам знакомо обертывание с кофейными зернами. А в данном случае в вашей мисочке была какая-то очень таинственная смесь, которая дышала, пульсировала. Что это такое? Это обертывание, в общем-то, это целый комплекс веществ, которые мы предложили нашей героине. То есть в первую очередь это морские водоросли. Важно подчеркнуть, что только водоросли – это вещество, эффективность которого клинически доказана. То есть это были сделаны исследования, когда берется кровь до процедуры. Выясняется уровень йода, уровень минералов в крови. И после процедуры снова берется кровь и выясняется, что уровень органического йода, то есть самое то вещество, которое стимулирует состояние щедовидной железы, которое мы не можем передозировать, но которое будет стимулировать именно обменные процессы, повышается после данной процедуры. Поэтому водоросли, комплекс водорослей, то есть это и бурые, и зеленые водоросли, они должны присутствовать в нашем обертывании. Также это зерна кофе. Кофе – это тоже кофеин, это доказанное вещество, которое стимулирует обменные процессы, которое обладает хорошими антицеллюлитными эффектами, которые дают хороший дренаж. То есть все то, плюс морская соль, конечно, для того, чтобы опять же дать дренаж, то есть добрать лишнюю жидкость. Это выглядит очень здорово. Ты как будто лежишь в кок, а не еще и тепленько вокруг. Даже горячо. Даже горячо, но для нужного эффекта. Расскажите, что вы сказали делать героине, когда мы уже вышли, вот она сейчас лежит в этом коконе. Какие движения, что ускоряет эти процессы? Конечно, с одной стороны, это, в общем-то, очень хорошая, приятная процедура для релакса. Но для пущей эффективности, если мы хотим, чтобы в одной процедуре было 3-4-5 процедур одновременно, то в этом случае я попрошу нашу пациентку делать определенные статические напряжения мышц. То есть, с одной стороны, это дыхание, то есть она дыхает, выдыхает и на выдохе максимально напрягает разные группы мышц. И в состоянии напряжения, несколько секунд, сколько это возможно, до ощущения хорошего сердцебиения, держат напряжение мышцы. Что происходит в этом случае? В момент, когда сердечко бьется немножко быстрее, мы усиливаем основной обмен. Основной обмен – это самое жиросжигающее состояние организма. То есть, никакие любые другие именно просто прогулки, физические упражнения и так далее, не настолько усиливают обменные процессы и расход энергии, как именно основной обмен. Поэтому в данном случае, когда температура тела немножко выше, плюс еще статическое напряжение мышцы, мы получаем максимальное разрушение жировой ткани. То есть, мы получим не только дренаж, то есть мы заберем лишнюю жидкость, но мы и получим ускорение разрушения жировой ткани. Хочу подчеркнуть еще 10 раз, что это все вспомогательные процедуры. Ни в коем случае нельзя рассчитывать, что если это так все красиво звучит, и мы так поработали эти полтора часа в момент процедуры, и потом пойдем за пирожками и булочками, то, увы, увы, я их будет слабым. Да, он будет определенным, но он будет слабым. То есть вы сейчас практически запретили нашей героине пробовать все вкусности на свадьбе любимой дочери. То есть процедуру мы сделали, а дальше нужно себя держать в узком платье и в колготках, да? Совершенно правильно, но ключевое слово – пробовать. То есть попробовать, да, ничего не запрещено, но… Мне переусердствует. Меру, мера – это самое важное. Наши две процедуры – лимфодренаж и обертывание – завершены. Герения чувствует себя прекрасно. Надеюсь, что свадебное торжество пройдет удачно. Но прежде чем наша героиня насладится этим вечером, мы должны направить ее к стилистам. Итак, Стелла готова к встрече со стилистами. Смотрим, что будет дальше. Пока Кристина наводит мне марафет, Гена налаживает контакт с героиней. Пришло время отвернуть героиню от зеркала. Стилисты настраиваются на первое появление в камере. А Гена ищет для них выгодный ракурс. Стелла, накануне свадьбы вашей дочери. И вы, конечно, очень сильно переживаете. За что вы больше переживаете? За ваш внешний вид или за организацию свадьбы? За внешний вид тоже. Пусть за свадьбу тогда переживают организаторы свадьбы, а за сегодняшний ваш внешний вид будем переживать мы, стилисты, с вами вместе. Я надеюсь на вас. И у нас такие условия, что до конца передачи вы себя не увидите в зеркало. Поэтому мы вас отворачиваем от зеркала. Последнее приготовление совещания, и мы готовы браться за делом. Так как преображение нашей героини начинается с меня, я приступаю к работе. В жизни нашей героини и так преобладает много разных цветов. Поэтому мы решили изменить ее цвет волос. Добавить ей рыжий цвет. Волосы героини успешно окрашены в нужный цвет. Самое время позаботиться о выразительности ее глаз. Привозим в порядок брови и заставляем ресницы расти. Как, благодаря готовности оператора на все ради хорошего кадра, вы сейчас все увидите своими глазами. Наша героиня, мама-невеста, ей предстоит долгое мероприятие, очень серьезное, очень важное. Поэтому о своей внешности лучше не думать. Моя задача сегодня была привести в порядок брови и ресницы героини. Брови и ресницы важны не только для какого-либо мероприятия, но и для повседневной жизни. Она должна быть уверена, что она выглядит на все сто. Мы откорректировали брови. Они очень важны для мимики. Ими можно скрыть что-либо и, естественно, украсить правильное красивое выражение лица. Брови мы подкорректировали, естественно, придали тон, цвет волоскам. Плюс такой метод ридинга откорректировали форму ниткой. Хоть метод ридинг немножко неприятный, даже, можно сказать, немножко болезненный, но лучше удаление волосков в летний период, так как остальные методы могут дать пигментацию, не бывает. Наши героини, мы нарастили реснички миксом. Значит, поединичные, плюс немного объемного добавили, немножко раскосы с глазиком, плюс немного густоты. Очень важен правильный подбор ресничек для того, чтобы героиня наша не чувствовала ничего, чтобы они не мешали. Но тем самым придать ей очень выразительный взгляд. Уникальность техники, которую я сегодня выполнила, состоит в том, что наша героиня сможет покрасить, прокрасить тушью реснички, если в этом будет необходимость. Героиню для выполнения профессионального макияжа я подготовила. Передаю руки мастерам. Водостойкие средства для макияжа хороши не только для моря, бассейна, но также прекрасно подходят и для торжественных случаев. Нашей героине предстоит быть мамой невесты, соответственно, макияж должен быть очень стойким и держаться долгие часы. Сегодняшние наши съемки тоже очень длительные, именно поэтому мы выбрали средства с особой стойкостью от бренда номер один в Европе – Clorans. А именно какие, я расскажу вам чуть позже. Субтитры сделал DimaTorzok В нашей стране индустрия свадеб очень развитая. И часто к нам, к специалистам парикмахерского искусства, обращаются не только невесты, но и их мамы, подружки, сестры и остальные гости. Все в этот день хотят быть красивыми. И сегодняшняя наша героиня, мама-невеста, тоже хочет быть красивой и соответствовать статусу мамы-невесты. И здесь самое главное не переборщить, поэтому нужно сделать такую прическу лаконичную, чтобы не затмить невесту. Свадьба будет через две недели, а сегодня всего лишь репетиция свадебного образа мамы-невесты. Сделаем ли мы прическу в виде корабля и будут ли там много блесток или лака – выйдите позже. Давайте не будем мешать Василию создавать новый привлекательный образ для нашей героини. Лучше сэкономим время у многочисленной армии матерей нашей страны, которые готовятся выдать замуж своих дочерей. И расскажем, какой же фасон подвенечного платья посоветовать своим любимым модницам. Прежде всего в модном свадебном сезоне этого года расширилась цветовая гамма платьев для невест. Помимо традиционных белого, пудрового и цветослоновой кости придут более смелые цвета – синий, розовый, бирюзовый, мятный. Такие интересные цвета в совокупности с необычными юбками, формами декольте, накидками и аксессуарами стали просто глотком свежего воздуха. Ну а самым экстравагантным вариантом стали черно-белые свадебные платья. Большие изменения произошли и с рукавами. Если раньше их попросту не было, потому как большинство платьев имели корсеты с открытыми плечами, то в этом году рукава становятся прям-таки главными героями. Рукава могут быть из элегантного кружева, невесомого тюля, либо из того же материала, что и ваш лиф. Если боитесь, что в платье с рукавами вам будет некомфортно, жарко, что они стеснят ваши движения, можно выбрать наряд с кружевными плечами, которые стали отличной альтернативой оголенным плечикам. По-прежнему богато и широко смотрится платье, щедро украшенное золотой или серебряной вышивкой прозрачными кристаллами. При этом сами юбки у всех без исключения платья в новом сезоне сдулись. На место пышным кольцами под юбником пришли легкие струящиеся летящие подолы. Еще одна тенденция, набирающая все большую популярность – это короткое свадебное платье или платье-трансформер. Последнее означает, что вы можете в один момент кардинально изменить свой внешний вид и показать красивые стройные ножки. Ну и, наконец, самое главное, не выходящее из моды – старая добрая истина. Помните, такое мероприятие, как свадьба, призвано акцентировать внимание на любви молодых людей, скреплении их душ и сердец, красоте невесты и изысканном образе жениха. Отнеситесь к выбору своих образов особенно тщательно, чтобы крики гостей «Горько» не относились бы к вашему внешнему виду, а подразумевали бы исключительно призыв к сладким поцелуям. Кульминация «Момент истины» – самая волнительная часть съемок. Барабанную дробь, пожалуйста. Как мы только не величаем поворот к зеркалу. Итак, встреча Стеллы со своей новой «Я». Готовы? Мы тоже. Начинаем. Стелла, кульминационный момент нашей программы – поворот ваш к зеркалу. Всегда мы всех спрашиваем, насколько вы готовы увидеть себя новой? Готовы? Готовы. На все сто. На все сто. Как вы думаете, какой цвет волос мы вам сделали? Или вы подглядывали? Нет, я не подглядывала. Не подсказывали? Не подсказывайте, да. Не подглядывала, честно. Как вы думаете, вам пойдет рыжий? Если я рыжая, то я раньше как бы думала попробовать поэкспериментировать. Василий, значит, мы попали в точку. Давайте покажем рыжую Стеллу самой себе. Раз, два, три. И ваша реакция стала. Раз, два, три. Супер. Такой реакции еще не было. Боже мой. Так. Спокойно. Спокойно, не плачу. Супер. Супер что? Супер классно. О, можете трогать волосы. Лицо не обязательно. Да, лицо не... А у вас слезы типа тоже. Обалдеть. Обалдеть. Как вам рыжий, не рыжий цвет? Изначально мы хотели сделать вас рыжей. Рыжей, да. Но потом... Но потом решили вас пожалеть и делать вас вот такой, как мы его сделали. Ну, я же говорю, что рыжий. Я так думала, но как-то мне рисково было. Я думала, как-то... Цвет вообще обалденный. Я так устала от того блондинистого. Это тоже блонд, но в медовых оттенках. Да, вот это другой оттенок и совсем макияж супер. Я себя не узнаю. Поэтому и новая я. Вы волшебники. Мы старались еще раз всем подождать. Супер-классно. Обычно после того, как героиня знакомится со своим новым отражением в зеркале, мы поэтапно рассказываем вам, что и для чего было сделано в процессе преображения. И первое слово за Мариной. Мы покрасили сегодня героиню в рыжий цвет и поняли, что это ей не идет. Но такое бывает. Поэтому мы решили ее покрасить в медовый оттенок блонды. Такая краска уже меняет нашу героиню, потому что появляется обрамление лица. И даже без макияжа она уже выделяется. Такой цвет волос ей будет легко поддерживать, потому что есть очень много продуктов, которые она может использовать дома, в домашних условиях. Продолжение следует... Каждый раз, когда я делаю образ невесты, то сталкиваюсь с тем, что невеста переживает не за выбор свой, который стоит рядом, то есть жених, а переживает за свой образ. Поэтому мы так и говорим. Женщина есть женщина. И задача стилиста, естественно, сделать такую прическу, такой образ, чтобы это продержалось весь вечер. В принципе, маме свойственно переживать за образ невесты, за всю церемонию. Но практика показывает, что переживая, не переживая, но свадьба идет своим ходом. Маме невесты лучше сделать прическу лаконичную, выдержанную, чтобы не было перебора. Это будет выгоднее маме, то есть она будет выглядеть моложе, и ей это будет удобно и комфортно в течение вечера. И с таким посылом мы начали работать с образом сегодняшней нашей мамы. Я сегодня выбрал такую форму стрижки, чтобы она была и удобна не только в день свадьбы, но и каждодневный выход в свет, скажем так. Поэтому эта стрижка очень мобильна, очень удобна и комфортна. Я убрал ей длину затылочной зоны, создал ей вертикальные линии, которые ей удлинили лицо. Мы не стали делать маме прическу, мы сделали простую, но очень стильную укладку. Субтитры сделал DimaTorzok Милые мамы, невест и женихов. В день свадьбы не фантазируйте себе какие-то чересчур замысловатые прически. Доверьте стилисту и сделайте себе именно какие-то простые вещи, потому что они будут нести совсем другой образ, и это будет смотреться мило, красиво, и очень будьте себя уверенно чувствовать в день свадьбы. Макияж героини выполнен, и расскажу я вам о том, с чем мы начинали поэтапно. Наши героини большие покраснения на лице, соответственно, мы их выровняли при помощи зеленого корректора, выровняли в целом тон и сделали цветокоррекцию лица. Так как обычно на свадьбах мама плачет чаще невест, макияж героини выполнен водостойкими средствами. Я нанесла карандаш, растушевала, сверху были нанесены тени такого же оттенка, переходящие в нежно-персиковый. Несмотря на то, что у нас нарученные ресницы, мы нанесли сверху тушь и закрепили ее специальным средством Маклоранс, которое любую тушь делает водостойкой. Теперь можно не переживать за слезы и счастье нашей героини. Нашей героине предстоит еще примерка образов. Процесс очень длительный, и поэтому я нанесла спрей-фиксатор, и я не буду переживать о макияже. Не секрет, что свадебная индустрия в нашей стране представлена во всем своем многообразии. Для невест широкий выбор платьев, а вот, как правило, мамы невесты, мамы женихов всегда задаются одним и тем же женским вопросом, что же надеть. Сегодня мы облегчили участь нашей героини, мы подобрали три образа, которые, что называется, для все свадебные случаи подходят. Однозначно. Я даже больше скажу, что, как правило, маме не остается времени на то, чтобы подобрать себе в соответствующую случаю одежду. И первый образ мы подобрали такой casual повседневный, когда нужно бегать везде, все успевать, с организаторами встречаться. Это лук от Джулия Алерт, от нашего местного дизайнера. Да, которая представлена в фэшн-бутике «Новая я». Этот образ состоит из удобного, практичного, не выходящего из моды платья и рубашки до колен с интересным принтом в виде птичек. Это леггинсы удобные, мягкие, трикотажные, довольно плотные, которые подходят под подобный тип фигуры, как у нашей героини. И сверху удобный кардиган, опять же, да, подвязанный поясом для подчеркивания линии талии, скажем. И важный момент – вместительная, удобная и стильная сумка. Очень удобная именно для вот этих вот предсвадебных хлопот, побегов по городу, да, с доченькой в поисках. Документами. Нам повезло, потому что в гардеробе героини нашлась пара удобных, практичных слепонов, которые мы оставили ей в этом комплекте. Вот, разношенная обувь тем более нужна будет ей вот в этой беготне по городу в предсвадебном переполохе, скажем так. Продолжение следует... Образ для свадебного торжества мы ставим на десерт. Давай поговорим об образе, который будет на второй день, когда у нас будет зама. В чем же пойти на встречу с гостями? Я ей подобрала довольно яркий образ, который я так называю яркая элегантность. Это платье белое с цветочным принтом, очень ярким, дополненное ярким желтым пальто. Опять же, это цвет сезона, который, ну, просто завоевал уже любовь всех модниц со всей планеты. Нейтральная обувь и яркая сумка зеленого цвета подойдет как раз-таки вот на следующий второй день, когда собираются самые близкие. Вот, ну, на будущее, если все-таки героиня решит выйти на работу, чем-то заняться, да, она прекрасно сможет в таком комплекте заниматься какой-то трудовой деятельностью. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третий образ, который мы предлагаем нашей героине для свадебного торжества, также от нашего молдавского дизайнера Натальи Мартиянова. Это бренд Натальи Платье. Платье очень подходящее, легкое, летящее. Прокомментирую вот со своей профессиональной точки зрения. Платье в пол, оно довольно закрытое, поэтому вполне уместно будет смотреться на таком мероприятии. Более того, оно будет смотреться уместно везде. Она сможет надеть его в церковь, да, с платком бирюзового цвета, таких вот голубовато-бирюзовых оттенков. Здесь мы учли, что у нас принято играть в свадьбе не только сам свадебный вечер, но еще и венчание, и все в один день. Да, она сможет в нем абсолютно адекватно выглядеть на гражданской церемонии, а также она сможет вечером в этом же платье принимать поздравления гостей. К платью я подобрала в качестве яркого акцента голубую сумочку от, опять же, Джули Альерт и длинную нитку бус, которая придаст дополнительной стройности образу и разбавит немножечко однородный принт платья. Вот буса действительно не хватало. Когда образ был завершен, вот бус это был такой финальный укор. Последний штрих, да, можно сказать так. Ну а сейчас нам остается посмотреть только на реакцию ее дочери. Оценит ли она наши труды? Я думаю, что оценит. Редактор субтитров А.Семкин Я в шоке. Моя мама не моя мама. Моя мама моя сестра, наверное. Сейчас я буду плакать. Мама перепутают с невестой на свадьбе. Андрей не будет знать кого. Быть невестой, несомненно, волнительно. Быть мамой невесты волнительно вдвойне. Сегодня будем считать, что была маленькая репетиция для нашей героини предстоящего события. На наш взгляд она выдержала очень даже достойное. И новый образ ей понравился. Смотрите нас каждую субботу в 10 утра на канале ТЭН. Добра вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алина, поставил фото. Алина, поставил, посмотри. И носить, в принципе, повседневной жизни. Подожди, Гена, что делать? Комплект выходного дня. Мы говорили мы уже можем это повторить. Повторить? Да. Он живет своей жизнью. Именно поэтому я с вами поеду в Молл и потом все подправлю, если что. Это у тебя объектив такой, у нас чудесный. Сделаем ли мы свадьбу? Ну что, давайте. Раньше сядем, раньше встали. Редактор субтитров А.Семкин